здравствуйте друзья у нас сегодня гости в студии и гости сейчас радостно представиться вот представляйтесь мы семья якушиных из филадельфии приехали в сша 10 месяцев назад откуда мы приехали с крыма откуда до этого мы жили ярославле ну до крыма мы проживали вот у нас многодетная семья трое детей женой приехали мы сразу втроем ну как бы в пятером с тремя детьми два мальчика больших и девочка до этого мы больше никуда не ездили в Крыму где жили и в Патторе хорошо так так ну вы семья это вы представляетесь индивидуально про семью мы поняли семья якушиных так меня зовут Максим меня зовут Вова Владимир сколько Владимиру годиков мне 13 так января будет 14 и я хочу пойти учиться в вашу школу ну это да мы пока так а позже пойдет когда подрастете сначала я пойду попробую а давайте вот что вот во первых вы у нас из филадельфии редкие гости во вторых то есть интересно узнать про филадельфию во вторых вот как детки устраиваются у вас их сразу трое значит вот тринадцать лет сколько еще у вас десять мальчику девочки 8 вот исполнилось на этой неделе ну дружно ну у нас семья дружная вот ну конечно без проблем всегда бывают разборки это понятно но я больше опыта под лупить кого-то ну от лупить нет у нас от лупить нет как мне говорят что я все всех сильно избаловал ну а а как их по-другому не баловать хорошо давайте значит так в профессиональном плане какое у вас образование чем вы занимались я закончил военно-финансово-экономический университет в 2003 году военный университет был начальником финансовой службы в войсках после чего как бы ну как сказать так и скажу как есть это был 2004 год жена была как раз таки владимиром беременна и мы жили на четырнадцатом этаже феврале месяце у нас лопнул лопнула вода в стакане на стакан лопнул из-за того что вода разжарилась замерзла все замерзла мы жили на четыре семьи у нас был такой кубрик как бы у нас была своя комнатка 2 на на два с половиной и стояла армейская кровать такая с пружинками мы сейчас вспоминаем это в гарнизоне в каком-то где это не зоне но я как бы не могу сказать какой на севере где ты или что не совсем север это владимирская область была вот но глава был вот такой период 2004 год довольно таки тяжело служба проходила и в конечном итоге приняли решение увольняться ну дальше как бы коммерции вы еще везунчики в советское время вы бы не могли уволиться а здесь ситуация была как бы довольно таки простая я пришел командир участия и так и так значит ну может быть как-то хотя бы подогревать общежитие он гараж у нас долги огромные ты же знаешь ты же ночфин я бы я знаю что я ночфин как бы ну я молодой ночфин этот пришел и как бы мне хотелось бы может быть в тепле хоть немножко бы условия сменить да понятно что начальник связи здесь ему бы хотелось и всем бы хотелось вот и все остальные и мы сейчас вспоминаем женой смеялись как раз на неделю назад что а вчера мы вспоминали доехали что мы на последние деньги деньги тогда не давали даже как бы я ночфин был но деньгами были проблемы мы с ней купили банку селедки такая владимирского производства и батон хлеба была такая ситуация вспоминаем сейчас здесь у нас тоже была такая ситуация когда мне не заплатили на работе филадельфия за три недели работы в нью-джерси я ездил вставал пол шестого утра и возвращался 8 вечера мне не заплатили деньги она тогда еще не работала это был третий месяц приезда или 4 суда и мы жили две недели на два доллара здесь отдали когда лендлорду аренду вот но нам помогли соседи привезли нам дрова потому что нас доме не было отопления привезли нам вещи это американцы вы в америке на дровах живете да у нас получилось так что мы приехали сюда мы сюда приехали нас было с собой 9000 долларов это с уже с билетами на пятерых я тогда вам кстати писал смогу ли я прожить в калифорнии мне написали нет лучше езжай куда-нибудь в нью-йорк подожди слушайте слушайте давайте вообще интересно все но все-таки хотелось бы линию закончить вы так начали подробно про воинскую часть но все-таки вы уволились и поехали в ярославль или что там произошло у меня родители с ярославля мы поехали в ярославль вот и ярославль и значит ну родился владимир соответственно я занимался ну сначала занимался открыл фирму которая устанавливает 1с работал я три года вот потом франшизу как бы закрыл по 1с москвой значит ты занимался уже дальше железнодорожными запчастями и дальше строительством коттеджных поселков больших то есть вы как-то так интересно ну хорошо супруга работала или так вот трое детей вот и не работала как только владимир родился она вообще не работал то есть она у нас была домохозяйкой дома понял а вообще есть специальность образования она по образованию закончила художественную школу рисует хорошо да всегда помогает и даже в школе сказать что если она хотя бы хорошо знала английский можно было выучить на учителя рисование школ по я уже здесь даже предлагаю ну хорошо значит эту часть я понял то есть вы работали там предпринимательством или там еще что то каким образом в америке оказались если это не секрет в америке мы как оказались но мы сидели дома ну дома мы уже были как бы мы 6 лет жили в крыму ездили так наездами потому что она совсем перебрались потому что там климат хороший вот сидели дома это был май месяц вот я говорю ребят мы мир вообще не видели говорю может майами слетаем хотя бы пузо погреем в пятером за денежки были на тот момент еще были это было до крымских дел или уже после нет это уже было после крымских дел мы как бы эту весну пережили тоже и ездили сначала даже ярославль ездили вот и яославль больше жили мы чем прям вот и как бы но деньги у нас были потому что тут как бы чего скрывать строительство шло хорошо поэтому я стоил это не надо оправдываться были деньги от канадской фирмы от большие какие-то поселки по 200 по 300 домов подмосковье как каким образом вы оказались сша не 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 почему я понял вы хотели полюбопытствовать дальше что произошло то есть грубо говоря так каким образом вы но может иммигрировали ли вот этот процесс как как прошел мы приехали в майами вот я так понимает у нас потом запись будет да на ютубе вот нет еще чего лишнего вы не говорите я сказал если не секрет если если секрет то все и так понял а если у нас получилось что мы в мае месяце получили не мая когда узнали что у нас получается что green карта у жены выиграли да вот вот в этом в этом году до семнадцатом получается это шестнадцатый по могут быть не шестнадцатый выигрыш у вас был в этом семнадцатом быть вы сказали что вы здесь всего 12 месяцев или сколько 10 месяцев 10 месяцев 10 месяцев мы 10 месяцев вы приехали там грубо говоря в январе мы приехали в майами в ноябре того года а ну хорошо 10 в ноябре того года а в�ま и вы узнали что вы выиграли видим или вы сначала узнали в мае что вы выиграли а в ноябре уже 16 приехали в майами вы приехали все мужа мы уже приехали у нас мы знали что ноги карта а то есть вы приехали в ноябре и вам вас уже было тебе то есть вы прошли интервью в посольстве то есть вы как приехали как победители грин-карт лотереи да то есть вы не поехали просто так в майами вы приехали уже сразу как с лотереи мы уже ну я ехал больше так скажем не то что как победитель green card я бы давайте разведом мы в жизни нигде не были дальше чем там крым и ярославль но москву ездили да вот еще в киев ездили ну да там путешествовали как вот но далеко не ездили я говорю давайте съездим майами и вообще посмотрим что это как бы за страна которую как бы говорит о том что она такая свободная там свободно ну как бы есть какие-то законы вот сначала народ то не особо хотел говорить о чем мы поедем я говорю ну давайте на день благодарения поедем но хотя бы поедим эту как она девушка и мы вот полетели поесть индюшатины посмотрели на всю эту ситуацию решили остаться вот но так как мы с собой денег не особо много взяли когда улетали то есть у нас там получалось майами получилось нам не по зубам вот и значит нам люди очень хорошие которые мы приехали в майами мы их вообще не знали мы просто приехали мы хотим снять у вас жилье а это оказались люди с харькова которые 26 лет назад эмигрировали в россии в сша прям как я да и у них свои апартаменты в майами вот и он нам говорит слушай ну все хорошо но ты здесь не потянешь не работу особо не найдешь вот давай-ка ты лучше филадельфию где мы раньше жили там тебе будет полегче ну так и вышло то есть вы довольны что попали филадельфию ну если честно очень довольны что попали филадельфию почему потому что во первых нам только-только хватило тех денег чтобы хотя бы как-то приподняться на аренду на все остальное но я уже говорил про два доллара две недели вот нормально в общем не я думаю что это лучший старт который мог быть у нас потому что там наши отечественников наших это правда а мы же живем в американском районе мы изначально сразу поехали в американский район чтобы быстрее адаптироваться мы не поехали в норд-ист вот не поехали почему по одной простой причине потому что во первых хотелось так что-то звук пропадает мы хотели сначала ехать в сиэтл хотели ехать вот потом мы хотели в небраску поехать ну мы смотрели как бы видео смотрели может быть там подешевле не двину как бы снимать изначально жильем может быть потому что там хорошие хорошие школы там мы посмотрели как быстро может быть с работой не так здорово как филадельфия до филадельфии с работой в принципе неплохо вот и как бы почему принято было такое решение потому что во первых нам люди вот эти которые нас сюда отправляли нам порекомендовали что здесь будет лучше всех на почему потому что во первых я положился на их так скажем опыт опыт да вот и они нам если честно до сих пор помогают то есть и помогали помогают советам и всем помогают не только советом мы как бы живем в их доме я сразу это их дом то есть подойти это люди которых дом был в майами у них же и филадельфии был дом у них филадельфии остался вот их дом вот так вы вы тоже не робейте тоже приобретайте недвижимость там когда дойдет там мы сейчас планируем да именно этот дом и приобрести потому что я разговаривал с этим с хозяином этого дома он говорит как немножко опериться встанешь на ноги то будем рассматривать вариант тебе этого дома уже как бы чтоб ты не платил аренду оплатил на себе чем вообще вот скажем такого рода дом вот в американском районе в приличном где школы хорошие так я понимаю почем вот такой дом сколько спален там у нас получается раз два три 4 4 спальни потом южная сторона вас большая большая комната на юг и большой зал с камином с настоящим камином с большим у нас оценку мы этого дома сделали уже я не скрываю нам оценили его 372 тысячи но у нас большой участок у нас этот дом на улице самый как бы но считается дешевый участок на а участок у нас ну по-нашему 15 соток у нас соседи здесь самый дешевый дом у соседа вот стоит 700 вот здесь наш сосед который проживает у него большой замок 7 миллионов 100 тысяч у него отзыворов да но это уже другого класса да но это замок но эти люди нас постоянно дни рождения приглашают мы когда приехали нас была депрессия сильная он увидел что мы здесь как бы во первых мы мерзли потому что отопление в доме не было не понял а что было отопление в доме не было был масляный котел я попытался его восстановить когда мы приехали сюда это уже был декабрь месяц вот попытался остановить он конечно не работал потому что дом не функционировал уже давно вот на дизельном здесь котел такие страшные вещи рассказывайте ну да я вам расскажу как есть восстановили этот самый ну тут стекла были разбиты на первом этаже восстановила стекла вставил это было опять же договоренность хозяином изначально когда мы въезжали вот то есть все это обговорено было и мы маленькой комнате где мы сейчас сидим комната где-то 3 на 3 метра мы ее ширмой отгородили у нас мебели еще не было у нас были матрасы которые нам принесли я извиняюсь я извиняюсь а почем вещь что вы платили за рент или платите мы за рент значит изначально первые полгода до восстановления я платил 900 долларов там 850 плюс там всякие вот эти дела 900-950 получают вот плюс электричество но где-то в тысячу мы помещаем сейчас то есть вот сейчас сейчас это тысячи или сейчас с коммуналкой получается 1000 хорошо вот то есть это фактически не дом как вот дома а это типа дачи что ли такой это дача была да они использовали дачу для того чтобы их сын здесь учился жена очень мечтала чтобы он учился в хорошей школе они купили эту дачу для того чтобы именно сын учился в этих школах вот он закончил эти школы которые сейчас мои ходят и сейчас он в армии служит на каком-то большом корабле я что-то все-таки волнуюсь вы отопительному сезону грядущему подготовились как-то ну честно вам скажу нет не подготовились почему не подготовились потому что сейчас разработан проект нам подвели газ только еще месяц назад только подвели причем очень быстро подвели по сравнению с тем что я вот стройками занимался один день прям приехал такая машинка классная маленького 6 утра все перекопала и подвела нам газ вот наш собственник сейчас занимается активно мне сегодня звонил уже раз три-четыре активно занимается тем чтобы хитрые установили все остальное он заплатил деньги вот и обещает что через две-три недели у нас обязательно в зиму запустит уже с отоплением я только знаете может быть вы не в курсе а может в курсе у вас стены вот там проложено чем-то вот промеж стенами там утеплитель какой-то стекловат там нет а я как строитель в этом деле немножко понимаю то есть тем более таки дома строил первый этаж у нас получается дом 51 года застройки первый этаж у нас из газобетонных пустотелых блоков вот ничего не утеплено потому что сейчас как бы тут ванну разбирал смотрел как это все происходит там старая ванна была на первом этаже вытаскивали а вот пустотелые блоки ничего не утеплено второй этаж у нас мансарда она утеплена делана недавно я думаю что где-нибудь лет десять назад утеплена утеплителем довольно таки качественным хорошим утеплителем почему мы в март месяц как будто февраль март когда мы сюда заехали и апрель да мы здесь и смогли как бы в пятером спать вот в этой вот три на три метра мы закрыли здесь ширмой вверх здесь утепленный все утепленное и туалет мы еще обогревали вот и спали в пятером здесь на матрасах в икея купили три детских матраса два матраса нам соседи дали принесли у нас потому что не было мебели еще на тот момент и они нам на первый этаж привезли кожаный диван потом привезли нам стол это они приехали с нами знакомиться когда увидели что у нас здесь отопления нет мы въехать вот так со стороны слушают даже девушка весело хотя я с ужасом не с ужасом представляешь и все-таки холодно в то время но мы как бы после армии в принципе нам ничего жена мне говорит ну скрывать здесь нечего никто из блогеров особо не рассказано вам скажу честно первые три месяца дались нам очень тяжело такая вот же же расскажите что же вы это же самое интересное но мне понравилось вот эта штука там кто дать как-то год кто в армии служил тот в цирке не смеется вот и вы тоже так кто будет там кто мерз но там двенадцатом этаже тот уже давайте тогда я скажу что давайте кошмары все самое интересное трудности домой все это определенная жизнь тот в россии жил там и жил на постсоветском пространстве здесь это не небольшие сложности на самом деле он скажу вот после трехэтажного дома 300 квадратных метров нового конечно это немножко по-другому все смотрит ну не сразу не сразу казармы и сравниваете пока я сравниваю с казармой как бы да и ну все в жизни как бы давайте про трудности первых трех месяцев ну первых трех месяцев трудности были такие мы сначала поселись во первых нас тремя детьми никто не хотел из брать к себе а наш хозяин из маями сказал что сейчас дом не пригоден для проживания поэтому я вас не могу как бы пустить но холодно хорошо мы уехали из маями через десять дней это был на это уже был декабрь мы прилетели мы прилетели в трентон это нью-джерси такой ну во первых испугались после майами куда мы прилетели все было серо уже филадельфии все отсвело значит уже началась депрессия после этого сразу я у я даже увидел по своей жене как у нее поменялось после майами лицо этот от погоды как бы да сразу такой здесь был такой дождь такой как бы ну уже все такое серое было это начало декабря было вот но здесь опять же нам люди помогли те которые с майами они нам своих знакомых порекомендовали у которых мы жили в бейсмонте бейсмонт оборудованный хороший дом опять же мы им очень благодарны это люди приехали они приехали с россии с москвы приехали 12 лет назад она приехала 1 и 10 лет потом ждала семью по политике долго получала очень долго она получала очень тяжело получала и всю семью только через десять лет тут они жили в разлуке 10 лет чувствуешь а там три апелляции прошло ну хорошо да она нас они нас я им очень благодарен что они нас взяли в бейсмонт к себе но и бейсмонт это не бейсмонт это настоящий хорошо оборудованы бейсмонтом там бейсмонт очень хорошие да но в этом нет не мерзли и туалет у нас отдельный до из и там и кухня отдельная в бейсмонте было оборудована все как положено вот они нас даже кормили яду сколько денег я удивился этим людям как бы мы жили них 10 дней по 11 они с нас ни копейки денег не взяли я вообще был просто в шоке я говорю ребят вечером собрались может за продуктами съездить она гать и я вообще с вас ничего взять не могу так вот в друзьях как трудно жить в америке то вы давайте трудности давайте очень радужные впечатления до первые трудности начались тогда когда мы с этой женщиной и с ее мужем поехали подбирать нам жилье вот из ландлор ну как бы из тех кто сдавал жилье многодетные семьи особо никто сдавать не хотел и плюс нам положено минимум трех бедрумный как бы трех бедрумный апартамент потому что у нас девочка и как бы разнополые дети вот плюс вас мы взяли же собой как я говорил 9000 долларов у нас всего было и надо было платить как сейчас говорят там down payment за первый за последний месяц депозит депозит да на что-то то что хотелось денег не хватало то есть на то что даже сдавали там за три месяца заплатить на что что хватало не сдавали потому что боялись что мы потом можем зависнуть и по суду год жить спокойно и как бы нас выселить очень тяжело будет да это мы потом уже в америке не во всех штатах но во многих очень тяжело человека выселить особенно если у него есть дети особенно этого калифорния тоже такой штат мы потом это только узнали почему нам отказывал где-то 90 процентов как только узнавали что там трое детей так сразу отказывали вот и потом опять же та женщина которой мы приехали здесь филадельфии она по старым связям там 12 лет назад она жила у одной женщины она это оказалось уже за это время купила несколько как называется этих мы жили где в апартментах апартменты апартменты купила и она объяснила ситуацию и это сказала хорошо распущу мы заплатили сразу за три месяца заплатили мы 850 долларов за три месяца нет за за каждый 850 вот плюс вперед коммуналку немножко ну как бы еще по 100 долларов отдали за коммуналку вот заселись мы в апартменты и как бы после своего частного дома после казармы мы жили уже в своей квартире сначала в отдельной у нас была уже квартира как бы мы после свадьбы жены купили квартиру вот нам бабушка и помогла вот нам бы стало очень конечно здесь не по себе мы всю жизнь жили в частных домах у нас как бы был свой частный дом хозяйство вот а здесь получается ты знаешь как 20 семей вокруг тебя живут потому что стенки все прозрачные вот кто когда в туалет да все кричали там внизу бабушка какая-то сумасшедшая была с петрозаводска приехала вот то есть мы мы все эмоции эти знали кто кто куда пошел кто чего кто с кем ругается кто не живет в общем вот на этой волне ну у нас происходили такие внутренние скажем катаклизмы большие возникал вопрос а что мы тут вообще делаю да я все время себе каждый день говорю зачем я сюда приехал если у меня там и так все хорошо не жена жена не говорила это жена она мне такая женщина очень терпеливая сначала не говорила но потом ее прорвало где там через недели ты ее прорвало здорово она меня кинула своим айфоном жалко и сказал какой ты меня сюда привез вот я вообще сюда не хотела ехать и на она не хотела ехать я там мама меня зовет домой там мои уже родители засуетились о том что мы думали вы как бы в поездку поехали а вы решили остаться ягона мы как бы просто решили по немножко посмотреть хоть страну попутешествовать вот и я устроился на работу в то время я пошел внутренней отделкой заниматься вот достроить ну настройку опять же меня дочка устроила этой женщина который мы приехали я я честно как бы слабо разбираюсь как там стройка происходит в пенсильвании паши в калифорнии круглый год строительный сезон но может быть только зимой там пару месяцев дожди обычно у вас же снег там ну снег был в этом году говорят небольшой но я-то занимался внутренними работа то есть внутренняя работа происходит так может быть внешне может быть не очень да да что меня сильно сразу удивило когда пришел отдел но отделкой заниматься я как бы немножко сказать ну криворукий человек но я себя не будет рассказывать я сам такой да то есть я начал ложить плитку и что меня очень дело что здесь требования к работам я же раньше был как бы большим начальником и требовал судьи вот а теперь получается что я сам этим занимаюсь да и меня что очень сильно удивило что требования не такие высокие как россии россии надо там идеально каждую плиточку положить что прям вот ну прям горело здесь немножко как бы полегче с этим делом поэтому у меня стало получаться то есть здесь обоев особо нет у заказчиков там покраска тоже полегче вот но мне понравилось как происходило оплата то есть это далекие поездки были из филадельфии в атлантик сити там домам и там еще что-то и по оплате не очень устраивало потому что жена не работала я видел что наш бюджет тает накопление ваши тают накопление мы проедаем да когда накопление проедаешь и у меня была такая задача я как бы себе сказал что внешние деньги я брать не буду то есть если мы выживаем то мы выживаем или мы выезжаем то есть отложил деньги на вылет на пятерых по максимуму с возможностью как было возвращение домой так подождите у вас было девять тысяч из которых вы на пятерых там считаете там тысячи четыре должны были там три-четыре отложить чтобы не тратить то да вообще приехали ни с чем мы приехали хорошая миграция так но подождите миграция получилась замечательно да вот мы стиснув зуб я значит принял решение такое что жена не гать я работать не пойду здесь ты как хочешь я не пойду то есть мне сказали что я там не работала и здесь у меня начались вот такие вот уже я ну я чувствовал что у нее первый казус кинутый меня телефон значит уже пошло нарастать напряжение ругань каждый вечер прихожу у меня там я уже был готов к скандалу сколько вы зарабатывали в месяц выполняя вот эту работу строительную когда я проедал и в месяц я зарабатывал меня получалось день 80 долларов это где-то 1600 было но мои субботы надо работать но может быть 800 было так вова не выходит из экрана из кадра не выходит в у вас теперь а еще ну то есть вам на жилье должно было хватить и впробовать так покушать ну да так у нас получалось все прямо очень-очень впритык а здесь же еще как бы появилась что страна соблазнов а мы привыкли жить хорошо и тут начали жена тут шмотки купить надо это купить надо ну как бы вот она еще думала что мы все-таки возвращаемся домой она думала что я как бы над ней как создать как она метода выразилась она сказала но я думала ты просто решил пошалить вот так проверить чувства так ну да но тяжело они проверялись конечно вот дальше было веселее вам расскажу как это проверялась сейчас вот ругань и все продолжались и продолжались значит я уже устроился так куда я устроился на работу а я устроился работать на крыше до укладывать крыши там платили побольше вы сразу почувствовали разницу в деньгах разницу деньгах особых я не почувствовал по одной простой причине потому что погода была плохая и получалось что ты работаешь допустим два дня три сидишь потом два дня опять работаешь три сидишь то есть это были уже разрыв это было непостоянно вроде больше а так может либо больше а в конечном итоге но единственно что я начал учить вот в эти вот дни начал ходить в магазины у меня появилось свободное время начал с людьми пытаться общаться меня это так все раздражало что я не могу ничего ответить ничего сказать то есть вот это вот меня и мы жили еще чем в русском районе эти месяца мы живут в русском районе сняли и как бы сумасшедшая соседка из петрозаводск внизу на первом этаже на каждую ночь орала я не вернул просто так и ухте тебе а наверху жили турки с четырьмя маленькими детьми не ту турецкую музыку как врубят суббота воскресенье хоть блин из этих апартаментов сразу выбегай вот а потом приехала полиция две машины и как бы я жене говорю что у нас какие-то машины стоят и постоянно мира перекидывают на машинах то у нас какие-то шприцы бросают то ботинки какие-то под машину засовывают вот она машину дали кстати люди вот которые мы приехали они нам говорят у нас три машины мы вам одну дадим потому что без машины здесь делать нечего вот она правда немножко неисправно но ты ее подремонтирую и мне пришлось армейские навыки вспоминать из ключами как бы за последние десять лет попробовать машину поремонтировать что у меня получилось вот и мы у нас под этой машины каждое утро выходишь какая-то ерунда лежит то ботинки лежат то шприцы то еще через все эти полезные вещи да можно было собирать все это и вот она полиция приехал кому-то тут заламывала увозила ну то есть весело было вот и это же было там еще до когда мы жили когда у нас большая то была такая проблема когда ты-то все все в общем все поставил он на свои места у нас была сильно ругань а да я все говорю то что я в россии не поеду мне здесь нравится школа тут отношения это интересный момент значит было я расскажу вам было трудно но в то же время вова говорит а мне нравится да то есть что мы детей всегда спрашиваем не хотела ехать без меня да мама не под не давай расскажу по пунктам было так значит я в каждый вечер уже приходил с работы это уже была вентиляция перешел на вентиляцию мы делали где от меня кинули вот мы делали в нью-джерси два часа и ездил меня жена утром привозила на центральную улицу где нас забирали и везли нас нью-джерси два часа везли туда пол шестого утра мы к пол восьмом приезжали на объект и занимались вентиляцией то есть тогда я узнал что такое вентиляция таки даки собирать и все остальное меня всему научили вот кстати очень очень полезный опыт оказался трубопроводы же стены и таки ну это вентиляция кондиционирования больших то есть мы это все дело тогда я на шестой на седьмой день упал с этого со второго этажа на спину вот ничего да было такое значит я там подскользнулся потому что там дождь прошел и как бы полез по этим лагом по деревянным подскользнулся свалился вниз хорошо там был утеплитель внизу вот потом два дня отлежался мне тут компрессы ставили они все вместе опять же это объединило нашу семью сняла немножко напряженность а вот я сразу увидел что моя семья готова мне дальше помогать это было для меня было это очень даже хорошо хороший совет людям как укрепить семью так нет нехорошая я учу ну что это было тяжело на самом деле вот дальше продолжал работать им как бы ездили по объектам и в конечном итоге человек пропадает телефон отключает и на связь не выходит мне он должен был за три недели денег это получалось так мы работали в субботу и воскресенье это порядка ну двух тысяч долларов где-то вот я прихожу к жене на гать ночью у нас осталось с тобой только как бы за аренду заплатить ну хорошо заплатим за аренду вот у нас осталось два доллара него машину заправлять не будем потому что ну как бы в школу возили детей вот по моему пешком начали даже вас до стали вас пешком школа водить оля с яриком ходили пешком с лишь когда я ходил на автобус на входе уже на автобус а их водили детей мелких уже водили значит это уже пешком водили в школу потому что не было денег на бензин вот и значит на дальше куда я устроилась на работу я уж не помню так после а и произошла такая ситуация что мне позвонил вот этот товарищ из майами и говорит как я делаю буду слушай вот как бы вот такая ситуация он говорит давай-ка ты в дом сходи посмотри там холодно или тепло или хорошо ли холодно потому что я понимал что на следующий месяц мне уже платить нечем сходи посмотри может быть там что-то найдете там обогреватель еще чего-то там в домике тут строительный домик у нас есть не строительная как вот эти вот хозяйственная будка там готовка такая готовочка такая красивая да я пришел с мою два электрических обогревателя есть он говорит ребят ну давайте с первого марта заезжайте тогда ну как бы на свой страх риск холодно было мы приехали а подожди самое интересное сказал а ну да мы приехали сюда и же не показываю дом мы вот будем опять жить в отдельном доме на как меня уже задолбали и сверху меня задолбали с боков я знаю все кто живут кто в туалет когда ходит по расписанию бы я тебе понимаю бы потерпи но всего три месяца прожили как бы она говорит ну одно дело ты на работу уходишь а я дома сижу бы так выходи на работу она как я думаю ну как бы она дать я думал что ты шутишь и мы все равно домой вернемся вот я будем давай еще попробуем поживем посмотрим как чего дальше вот и значит с первого марта мы приняли решение ну как бы приняли и как бы нас натолкнуло что у меня работы нет как бы деньги заканчиваются и мне хозяин говорит но я если что до конца месяца потерплю сразу мне можете денег не платить но если у тебя такая ситуация опять же пошел мне навстречу отдать должное человеку вот ты не рассказал самое главное как я уговаривал а дальше и нам уезжать через четыре дня из апартментов у нас случается серьезная такая ну серьезно очень скандал ночью вечером я как бы пытался устроиться на работу там не особо меня и взяли вот вроде бы как все складывалось а потом так особо не взяли вот и я пришел как бы уже сдал думаю да уже что-то накаляется обстановка и значит мы с ней здорово разругались детей постарались в отдельную комнату я говорю ну как бы ну да да у нас деньги как раз говорят ложен на карточки на пластиковые вот на начал заказывать билеты с это было много с нью-йорка а это было много раз я заказывал билеты очень раз 20 я уже заказал откладывали вот один раз даже по моему заказала даже попали на какие-то мы деньги уж не помню когда но пришлось вернуть к возвращали уже билеты с потерями то потеряны вот и тут я говорю все заказываем билеты а он в углу сел такой говорит ребят вы как хотите но я горит никуда не поеду говорит и вот и мы такие женой как это даже так интересно сказал мне здесь нравится меня здесь все уважают и вообще мне здесь хорошо и английский учет он нам если хотите то сами и а ты сказал назначайте мне опекунов мне в школе сказали вот назначайте мне опекунов и езжайте куда хотите а тут и средний к нему подобрался я тоже никуда не поеду вот и мы на женой переглянулись оба слушаем если уж они ехать не хотят мы как бы ради детей вот может тем более нам дом предлагают давая на работу устроюсь там ну что-то найдут ну как тот ее так утряс утряс вот мы переехали вот в дом первого марта все а было да все таки вот переезд в дом хотя он там холодные и так далее с разбитыми стеклами вас вывел на какую-то более позитивную волну до из всего этого да особенно жену она сразу успокоилась она почувствовала что она хозяйка в доме и самое главное никто не орет вот никто не прыгает да мы же привыкли к тишине вот и значит немножко камень я тут подлатал американцы приехали по моему на 3 4 4 марта приехали американцы говорит как у вас дела это же дачный дом такая семья с двумя детишками мимо проезжали он через 20 минут прискакивает привозит вен белый такой вен джимс он два раза приехал привез нам дрова говорит ребята ну-ка давай к раскладывать дрова туда-сюда привез нам кожаный диван привез нам стол привез нам стулья много вообще что там много чуть-чуть вещей очень много привезли нам вот потом мы утром просыпаемся по моему 6 числа у нас перед входом что-то еще стояла люди начали нам сюда привоздать соседень начали привозить утром просыпаюсь у нас какие-то вещи стоят у входа опять просыпаемся нас опять какие-то вещи только жену или кроме подействовать лет на ней это здорово подействовано прям почувствовала что люди приезжают они хоть и говорят на языке на котором она и я вообще ничего не понимаем вот уже кстати дети стали понимать а мы-то еще ничего не понимаем я-то с русскоязычного за три месяца они должны были подхватить конечно да а я же с русскоязычными работал я как бы особо не понимал еще на верните ребенка в кадр ребенок в кадр вернитесь андре вот и значит такая потом ты а куда на работу пошел у меня столько работ было что я уж даже не помню строительство да я все мечтал что я опять свою строительную сферу вернусь здесь получилась такая ситуация что вот этот хозяин у которого за 7 миллионов дом они сразу кстати с нами подружились год приходите к нам в гости он не горит я жена я вижу как бы расстроена давайте к нам на день рождения у них там как бы стали постоянно к ним в гости ходить а он с вьетнама в 11 лет приплыл ему час 56 он приплыл в контейнере плыл 47 дней и горит уже ели даже ботинки свои вьетнамец вьетнамец да а у них вьетнамская диаспора машин 300 приезжает они нас даже на нашем участке просят машины поставить не все время такие большие у них здоровые здоровый участок у них как бы не фейерверки у них они там стреляют постоянно больше чем ярославль фейерверк как на день города ярославль да у них такой тут вот и вот мы как-то с ними подружились и он мне говорит чем занят утром меня спрашивают когда а здесь кстати автобус детей желтый забирал что нас удивило очень что очень легко документы оформляются школу мы пошли пришли в школу говорим мы учились русском районе в нордести мы женой заполнили анкета была вообще простейшая даже я вообще не знаю языка мне привели переводчик я заполнял сам свою а он сам заполнял свою анкету вот и через а и нас проверяли 11 дней нас проверяли мы еще детей возили в школу потому что оказалось что школа 10 бальная такая сильная школа мы даже кстати не знали что школа такая сильная вот и здесь все пытаются как бы в дома своих детей впихнуть вот и очень сильно к нам стала ездить полиция два раза в день отметки какие-то ставить ну спрашивать вы здесь живете машину стали проверять потом школьный автобус записывал действительно ли мы здесь живем действительно ли у нас день я даже вас драйвер спрашивал да даже водитель автобуса спрашивал действительно мы здесь проживаем не мог поверить что там люди могут жить так наверное да скорее всего так ну плюс тут же была махинация нам потом уже рассказали, что в доме вот рядышком, как бы в доме никто не жил, но оформляли как будто вот у школы детей. И за это деньги получали. Ну, насчет денег – это не обычная практика, а насчет того, чтобы у знакомых там где-то типа вот ты там живешь и справку в школу – это в эмигрантских кругах распространенная практика. Да. И вот здесь как бы, и поэтому полицейские как бы здесь проезжали у нас очень часто, и потом уже нам директор школы на встрече, когда нас пригласил, она уже нам рассказала, что полицейский ездил, отметки делал, и водитель школьного автобуса тоже дежурил, как бы смотрели за нами 10 дней там или 11, что мы проживаем. Только после этого нам дали разрешение на перевод в эту школу. Вот. Давайте я вас вот что спрошу, значит, вы так много всего меняли, 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 прошло с марта месяца полгода. Да. И вот сейчас, спустя полгода, вы как-то застабилизировались, или вы в каком-то еще переходном процессе, или вот что происходит? Вот сколько вы сегодня, например, заработаете в среднем? Я сейчас, как бы, принял такое решение, что, ну вот этот человек, как бы, с Вьетнама меня устроил на стройку, на хорошую стройку. То есть я там зарабатывал адекватные деньги, у меня получалось где-то 4,5 тысячи долларов в месяц. Вау! Это неплохо? Да. Это было очень хорошо. Мы делали, ну, у него был подрядчик, он оказывается сам вьетнамец, оказывается инвестор, он строит примерно 20-25 домов одновременно. Вот. То есть он мне дал своего вот этого прораба, он как раз приехал, а я здесь бездельничал. Он мне говорит, ну... Два десятка объектов у него одновременно идет. Да. Подойди, говорит, пожалуйста. Там есть работа, да. И говорит, чем занимался? Я говорю, ну, я как бы вот этим занимался. Он говорит, вот тебе, говорит, еще один человек, бери его. Вот. И меня начали учить на этих вышках ездить, чего я никогда не делал, не умел. Что это? А такие есть люльки, самоуправляемые, на четырех колесах, пятитонные. Ты в нее садишься в люльку, цепляешься и поднимаешься на высоту до четырех этажей, сам себя. А что там делать-то? По отделке? Я делал внешние работы, это на кирпиче, снаружи. Я понял. Я понял. Всякие окна, фреймы. То есть подъемник для внешних работ? Да, подъемник для внешних работ. В России я таких штук не видел, может, они есть, конечно. Ну, там это поосторожнее, что ж так-то. Ну, меня научили пользоваться этой штукой. И как бы я в этой люльке проработал, а потом получилось так, что стройка на том объекте закончилась, и данный товарищ уехал в отпуск, который был. Отпуск был связан с большим, так скажем, запоем. Вьетнамца? Нет, не вьетнамца, но это его прораб был. А прораб этот был, по-моему, тоже с Литвы или Латвии, откуда-то оттуда. Но он очень любил повыпивать. Вот. И тут он ушел в запой, денег не заплатил, и я начал искать новую работу. После таких денег, в принципе, было уже хорошо. Мы что-то денег поднакопили, как-то машину, кстати, купили вот эту Субару у знакомых. То есть, все это, уже получилось денег, жена пошла на работу, устроилась. Вот. Так что делала-то? Она поняла, что все это не шутки, в конечном итоге. Ей уже понравилось здесь жить, она тут цветы посадила везде, но поняла, что мы убирали участок две недели, тут грязи было. Да. Нам руку пожали вьетнамцы, все соседи сказали, наконец-то, ваш участок чистый, как у всех. После прошедших этих людей. Да, да. Хорошо. Подождите, значит, мама так все-таки кем пошла работать-то? Мама у нас пошла сначала на уборки, тут знакомые ей посоветовали, что вот здесь, вот в этой эре можно убирать чистые дома и особо не напрягаться. Вот. Что платят на уборке? Сначала она получала 60, по-моему, долларов в день, она работала в 8 часов, ее забирали и привозили. Вот. Окей. Это получалось где-то 9 часов с дорогой, может 10. Вот. Потом через две недели сказали, что у нее хорошо получается, напарница сказала, и хозяин дал ей машину свою. Угу. Угу. Потому что я сказал, что я не могу свою машину дать, я постоянно езжу. Он говорит, хорошо, я дам ей свою машину, они будут вдвоем ездить. Она вот сейчас ездит, они тоже по 10 часов работают, но у нее получается где-то 120-130 в день. То есть, она может варьировать, да? То есть, она может в какие-то дни работать, какие-то не работать или не... Да, да. Окей. Но они убирают очень чистые дома, она говорит, даже иногда вообще убирать нечего. Огромные, большие дома, их там моешь, чистишь, там, ну, антикваров дома убирают. Вот такие вот дома. Угу. И я ей опять же, что она наконец-то... Я ей сказал, что у нас нет английского. У нас все есть, у нас как бы документы есть и все есть. Но у нас нет английского ни у тебя, ни у меня. Соответственно, мы когда с тобой открываем тот же крейк-лист, все остальные все вещи, там я начинаю звонить, меня люди или не понимают, или игнорируют, или так далее. Говорит, дай мне немножко как бы встать на ноги чуть-чуть. Вот. Ты же понимаешь, что мы уже обратно возвращаться не будем. Дети нас уже все втроем просят, чтобы мы не возвращались. Вот. Угу. Угу. Ну, а смысл, если мы уже начинаем так обживаться, да, и у нас как-то на улучшение все пошло. Говорю, дай мне возможность, я выберу работу такую, сейчас сяду, говорю, обзвоню, а я уже в то время работал на сервисе после стройки, на автосервисе. Вот. Уже, по-моему, два месяца я работал. А это больше денег? Меньше денег было, но у меня выбора особого не было. То есть я уже не мог найти такую же работу стройки. Я ходил, помогал. Он ходил убираться на сервис, вечерами подметал там за 5 долларов, там за 20 минут, по-моему. А я работал на сервисе, у меня получалось очень хороший человек, порядочный, из Грузии, там 20 с чем-то здесь он лет живет. Работа была очень близко. 5 минут на машине здесь вообще рядышком, что меня очень привлекло. И очень порядочный, как бы, и напарник, и он сам. И оплата каждую пятницу всегда в 16.00 в пятницу всегда зарплата. Адекватный. Прямо тоже благодарен этому человеку безмерно. Он меня много чему научил. Вот. То есть как автомобили ремонтировать. Я так немножко умел, как бы, в армии там ремонтировали, там, ну, как бы, такие работы. Они меня даже научили, как двигатели менять и так далее. То есть сложная работа научили делать. Вот. И я ей говорю, если ты, говорю, немножко сейчас меня поддержишь чуть-чуть, чтобы я на ноги встал, ну, как бы, английский выучил, мне надо обязательно пойти в среду, может быть, с маленькой оплатой труда, но надо попасть к американцам. Вот. Она говорит, окей, обзванивай с утра, ищи. Я начал обзванивать, обзвонил, по-моему, или 13, или 14 сервисов, и только в одном мне говорят, приезжай, посмотрим, как ты работаешь. Оказалось, это за 38 километров отсюда я каждый день езжу, это в Трентоне. У афроамериканцев они такие, ребята настоящие, такие крепкие. Миль или километров? Километров. Вот. Ну, через Долавэр я здесь приезжаю, через реку, и попадаю в черный район, в котором, в принципе, два раза в день я выстрелы слышу. Вот. Полиция ездит у нас постоянно. Но меня там взяли. Я приехал, он говорит, снимаю вот там кое-какое оборудование, я быстренько это все снял. Он говорит, хорошо, с завтрашнего дня можешь выходить на работу. Я говорю, завтрашнего не могу, мне две недели надо работать на предыдущем месяце. Он говорит, окей. Вот. И, как бы, через две недели я вышел на работу, у меня команда четыре афроамериканца, все здоровые, все большие такие, один француз из Франции, как бы, ну, такие реально афроамериканцы. Автосервис у нас. Что меня здесь очень сильно удивило, вот я сразу скажу, кто нас будет слушать, я вам сразу скажу, что очень сильно удивило. Нет такого понятия, что ребята, давайте останемся после пяти часов вечера работать. Первый день был так. Я еще вещи начинаю собирать, что-то собираю, какие-то инструменты. Он говорит, дружочек, ну, на английском, без пятнадцати и пять, все бросил, оделся и на выход в пять часов сервис ставится на сигнализацию. Я говорю, ну, как бы, ну, для меня это было дико, потому что везде наши соотечественники стараются тебе сказать, ну, подожди, там, давай, вот, мы работаем до шести, но вот еще две машины приехало. Ну, как бы, очень порядочный человек, там, платил хорошо и доплачивал за эти часы, но, блин, я все время работал то до девяти вечера, то до одиннадцати, потому что идут, идут и идут вечером машины, вот, то есть, получался рабочий день иногда, что с восьми до одиннадцати вечера даже такое было. Нет, в Африке, в Африке так не работают. Ну, вот у нас было такое, но это не часто, но было, то есть, были такие дни, вот, а здесь четко бросил все инструменты без пятнадцати пять, быстренько оделся и все, и на выход, как в армии построения в пять часов, завтра у нас такая-то работа без двух минут пять, и все по машинам сели и разошлись. А денег в итоге меньше? Денег в итоге получается меньше, денег получается меньше, реально меньше, то есть процентов на двадцать пять я попал. Вот, это значит примерно долларов на восемьсот, то есть, на восемьсот долларов в месяц я попал. То есть, три тысячи свои вы зарабатываете? Три тысячи, да. Механиком, если ты хотя бы немножко проявляешь какую-то активность и работаешь хотя бы по десять часов в день. Ну, мне было очень тяжело, у меня болела спина после того, как я упал, у меня еще периодически спина болит. По мне, средний сын ходит ногами сверху, когда я вечером ходил, когда я уставал. Массаж такой. Ну, потому что я даже встать утром не мог, я вставал, как в Таиланде ходил. У нас Ярослав как раз весовой категории мне подошел, дочь не подошла, она немножко, как бы, такая крепкая здесь стала, вот, разъелась на харчах, на казенных, как я говорю. Вот. И вот он по мне все эти месяцы, даже больше, на два с половиной месяца проработал. Я все-таки хочу понять. Вот на новом месте у афроамериканского вы зарабатываете три тысячи свои или это вы их раньше зарабатывали? Нет, я раньше зарабатывал, получалось три тысячи. Вот. Сейчас я зарабатывал где-то получается две двести, наверное. Вот так. Ага. Ну да. Это вы не на двадцать пять попали, а побольше. Ну, хорошо. Ладно. Побольше. Но зато я вам скажу, Михаил, так, что, знаете, я подошел к боссу и говорил, ты знаешь, у меня автобус приезжает за младшими, 8-20, желтый автобус. Иногда он, говорю, опаздывает, 8-25 приезжает, я сажусь на машину сразу, как только детей сажаю на автобус, потому что жена уезжает на работу иногда и в шесть утра в пятницу бывает такое. У нее же машина недалеко бывает ездит там по часу и по полтора до объектов, ну, из своих домов. Вот. Я ей говорю, так и так вот, я не успеваю приезжать к девяти на работу, как все, я говорю, я успеваю приезжать к девяти и пятнадцать. Он говорит, не вопрос, не вопрос. Вы знаете, что, при всем, как бы, так сказать, вот этом, ну, при всей непростоте того, что происходит, вы сейчас на двоих зарабатываете примерно то, что зарабатывает средняя американская семья. Вы не зарабатываете меньше. Вы, у вас заработок среднестатистического американского хаусхолта, домохозяйства? Ну, да. То есть, поэтому у вас, вы, у вас планы, вы думаете, может быть, недвижимость какую-нибудь прикупить там и так далее. То есть, у вас такие интересные задумки. Ну, хорошо, значит... Нам банков Америка уже, ну, извините, это как реклама, но нам банк, в котором мы сразу счет по приезду открыли здесь, с карточками, да, нам они уже сказали, конечно, 300 с лишним тысяч мы вам, конечно, ну, даже при даунпенте в 50 мы вам не дадим, это понятно, вот, то есть, но я рассчитываю на то, что, может быть, конечно, неправильно рассчитываю, но хозяин этого дома сказал, что этот дом мне не нужен, сын у меня воспитан, я говорю, ты будешь платить мне опять же. То есть, не как аренду, а как за свой дом, но только ты, говорит, накопи какой-то даунпент. Он сказал, что он может вас профинансировать вместо банка, то есть... Да, он сказал, что я могу, ты не с банком заключишь договор, а заключишь со мной договор, вот. Но это единственное, что не будет строить твою кредитную историю, то есть, он ничего не скрывает, он сразу мне сказал, то есть, на что ты попадаешь, это на свою кредитную историю, все. Хотите мое мнение на этот счет? Да, конечно. Значит, у вас ближайшие там несколько лет кардинально изменится ваша финансовая ситуация, кардинально. То есть, вы перестанете мыслить категориями сегодняшнего дня, будете мыслить категориями совершенно другими. Значит, конечно, вам надо с английским, это вы собирались у нас учиться, да? Я 14 декабря планирую к вам пойти, то есть, я пошел на этот сервис сразу к афроамериканцам, только из-за того, что я хочу 14 декабря пойти на тестировщика работать, к вам учиться. Ну, хорошо, давайте возьмем какой-то катастрофически невыгодный вариант, что вы пришли в декабре учиться и начали работать в январе через год. Вот, допустим, в декабре 17-го вы пришли, а работать начали реально только в январе 19-го. Но это страшно такой, не в вашу пользу вариант. Потому что это может произойти и через 3 месяца, и через 6, но мы говорим, пусть целый, пусть даже целый год прошел. Это значит, что через год вы будете получать, там, скажем, вы лично, там 1060 год, еще год пройдет, вы поменяете работу, может быть, даже пару раз, там тут контракт, там контракт. Вы будете получать что-нибудь 1085-90, пройдет от сегодняшнего дня, там, года 3-4, вы будете получать застольник. Я это говорю с уверенностью, потому что я вижу, с кем имею дело, вы уже так, я уже так примерно понимаю, что происходит. Значит, сколько младшему ребенку, кто бы говорит? 8 лет. 8 лет. Значит, к этому времени, или, скажем так, через пару лет, когда младшему ребенку будет там 10, хотя уже и 8 достаточно взрослый человек, на самом деле. Значит, через пару лет, глядя на это, на все, ваша жена захочет сделать то же самое. Потому что за 3 копейки это одно, а, допустим, за 100000 это совсем другое. И будете вы на двоих с ней, там, через лет 5, зарабатывать 1200. Совершенно жуткие деньги, особенно для тех мест, где вы живете. Это вот ваша перспектива, если мы про деньги говорим. Поэтому вам надо будет под такую зарплату, вы захотите домик что-нибудь, там, может быть, в районе полмиллиона, например, чтобы так не перегружаться. С точки зрения всяких моргиджей. Вы, конечно, вы можете купить этот дом, который вы сейчас там живете, это отдельный разговор, но вы оттуда уедете через некоторое время, и вы будете в другом совсем по качеству доме жить. Вам не нужно 15 соток участок абсолютно, это, тем более земля, небось, неухоженная, совершенно там ничего нет. Ну, мы все сделали. Ну, а что вы сделали, травку посадили? Мы траву скосили, мы здесь посадили свой огород, как у нас дома было, после чего вьетнамец посадил огород. Посмотрите, может быть, вы уедете вообще оттуда куда-нибудь, я не знаю, может быть, вы снова в Майами захотите, там, кстати, полно работы и все такое. Вот, вы посмотрите, это все-все-все впереди. То есть, вам сейчас очень рано строить планы, другое дело, что дом, оно неплохо, то есть, когда деньги есть и платится, дом всегда можно продать, дом можно сдать в аренду, там, и это дело такое. То есть, можете покупать, не покупать, это, ну, просто ваше состояние, ваша физическая, так сказать, вот эта вот способность приобретать недвижимость и так далее, она настолько кардинально изменится в течение буквально нескольких лет. Вот, теперь давайте мы на Вову поглядим. Вова выглядит, как мальчик интеллигентный. И, наверное, бы ему неплохо было в университете каком-нибудь учиться, вот, и так как-то, вот он, наверное, успехи бы там делал. Поэтому, когда Вова говорит, вот я, как будет, 14 хочу там на тестера пойти учиться, я начинаю немножко нервничать, потому что все-таки я считаю, что правильно учиться в школе там и так далее. Но, если мы представим себе, что, ну, не в 14 лет, но, допустим, заканчивая школу, он захочет это сделать и пойдет работать, тем же тестировщиком Вова уже через год-полтора будет свои 100 тысяч получать. Потому что молодежь, это абсолютно особая ниша на рынке. А может быть, к нам сюда приедет, там, в Кремлевую долину, там, Google какой-нибудь его там прельстит или Apple, там, я не знаю. Они, в принципе, отрезанные ломтик совершенно, они как вот росы. Так что вы больше на себя уже рассчитываете, на маленьких. Причем, как постарше станут уже, у них своя жизнь начинается. Но, то есть, если вы продолжаете жить одной семьей, это вы просто какие-то до неприличного богатые люди. Вот. Эта картинка, я вам так рисую на будущее, 95% людей, которые меня послушают, они скажут, что-то дед такое несет, это колесится, наверное, уже совсем с глуза съехал, там, понимаешь. Вот. Но реальность такая. Я как бы не выдумываю ничего. Это примерно ваш путь. Поэтому, да. При том, что я сказал, это один из возможных путей. Могут быть десятки других. Может быть, ваша жена найдет себя в, я не знаю, в каком-то творческом деле, связанном с ее основной профессией. Это тоже возможно. Это один из вариантов. Я просто говорю о том, что… Я легко представляю тот, который я описал, но может какой-то бизнес. Может быть, она свой детский сад откроет. Я не знаю. Если она любит с детками, например, она может открыть свой детский сад. Может, она выучится, наверное, на медсестру. Я тоже не знаю. Что тоже неплохо. И по деньгам, и по возможностям всевозможным, и по бенефитам на всю семью и так далее. То есть, много-много есть путей. Но вот просто наш, он такой очень быстрый, стремительный. И там все так… И денежки не сделают вас счастливыми, но они дадут вам какую-то степень свободы. То есть, денежки дают свободу, не счастье, а свободу. Что тоже неплохо, правда? Свобода-то. Ну, конечно, да. Я это здесь очень сильно прочувствовал. Но есть большие плюсы, которых я никогда бы, наверное, не достиг у себя дома. Во-первых, я похудел на 30 кг, чего мне не удавалось сделать 10 лет. Что, Вова, он правдывает? Вот он не выдумывает? Ну, скажи. Это правда. Так что ж, вы должны были потратиться на одежду? Возьмите живот, когда мы были в… В Майами. Я даже в бассейн так смешно смотрел. Ой. Так что, жена все перешивала или вы приобрели новую одежду? Мы здесь все купили новое, потому что мне уже все было так велико. Мы сначала ходили в магазин Second, когда у нас совсем было плохо. Second Hand, да. В Second ходили, да. Ну, над нами, конечно, те, кто там с России, с Украины, над нами смеялись, когда мы говорили. Ну, мы всем своим друзьям, которые, кстати, 90% уже пропали за это время у нас из друзей, к сожалению. Вот. Как бы всем говорили так, как есть, то, что там, допустим, она на уборках, я в автосервисе, и все нам говорили, да как так, она, извините, говно за американцами убирает, а ты на себя масло целое динь. А что надо делать? За что? Что надо делать? Ну, это, говорит, не ваш статус. Как бы все мне говорили в одно… в один голос. Все мне говорили, что это не твой статус. Я говорю, а какой мой статус, скажите мне? Ну, напрямую. Ну, какой? Что мой статус… ну, я похудел, я первую задачу свою выполнил. Нет, нет, подождите, подождите, давайте мы все-таки… Что с их точки зрения было бы достойным? С их точки зрения достойным? Да. Да, я понимаю людей, которые как бы приезжали ко мне сюда в гости, хотели остаться, и кто-то через месяц, кто-то через две недели уезжал, даже, кстати, денег много с собой привозили. Вот. Было такое даже, две семьи уже у нас приезжали и пытались здесь остаться. Вот. Они говорили так. Они говорили так. Мы думали, что мы приезжаем в Америку, и как бы здесь нас, во-первых, ждут, и здесь так легко, и мы сразу станем какими-то директорами там… Бизнеса. Бизнеса. Стоп, стоп, стоп. Значит, вам говорили люди, что вы не по статусу, не те, которые живут в Америке, а те, которые приезжали оттуда. И которые там сейчас, они… А, ну, господи, боже мой. Да, они все нам в один голос говорят, это не ваш статус, ребята, вы что тут… Стоп, те, которые здесь живут. Те, которые здесь живут? Да, соотечественники, живущие здесь. Они вам не говорят, что вы не по статусу, что вы не соответствуете, что вы там чего-то… Ну, у нас их, кстати, здесь не много, у нас только вот эта семья из русских, мы знаем, и вот с кем я работал в Грузии, ребята, вот со многими познакомились. Кстати, я вам скажу, на постсоветском пространстве грузины оказались, как сказать, не к сожалению, а к моему, наверное, благополучию, самыми честными людьми. Ну, как, я даже не знаю, как это сказать, порядочными, самыми порядочными людьми. То есть, я работал, извините, если кого-то я задену, у граждан Украины, которые мне деньги не заплатили. Вот. Ну, и вот грузины, ребята, порядочные, то есть, с постсоветского пространства, они также поддерживают свою диаспору здесь, все приезжают и все, как бы, себя поддерживают. Они видели, что мне тяжело, реально, они мне сразу говорят, тебе тяжело, велосипеды детям надо, сейчас мы тебе велосипеды привезем. Целу два велосипеда дали, я их починил. Он их починил, ну, и сделал какие-то работы такие провел. Так, тебе кондиционер надо, у меня кондиционера в доме не было. Так, с автосервиса снимаем себе, купим новый, этот сейчас почистишь, помоешь, поставишь себе. Когда была жара здесь по 40 градусов. Вот. Он ко мне в гости приехал, я говорю, ну, заходи, говорю, хоть чайку попьем, как бы, ну, вот, тут машина у меня сломана была. Дали мне возможность свою машину полностью на своем сервисе отремонтировать. Тот человек, который не заплатил вам 2000, он исчез, он пропал или к нему можно подойти и сказать, а где деньги? К нему можно подойти и сказать, где деньги. Я, как бы, знаю через одного человека, с которым работал, где он, чего он и как, и где и как. Но я считаю, что в данной ситуации мы пережили, тяжело мы пережили тот момент, у нас там и телефон в меня летел, и по башке я получил, чем я получил по башке? Гладильной доской, да? От кого? От жира? Ага. На тот период. Это все тот же чек. Какая она у вас эмоциональная? Это, кстати, она, она очень терпеливая, но если, это было 3-4 раза в жизни всего, но если ее доведешь, вот у нее такие вещи происходят. Кто она по гороскопу у вас? Близнец. Да вы что, у меня тоже близнец. Ой, мама. То есть я в опасности, может быть. Ладно, хорошо. Да, они, если их перегреть, вот я заметил, ну, грань очень далеко, то есть, но грань, допустим, при эмиграции проявилась полностью, то есть, я таких вещей про себя наслушался, которых я не слышал никогда в жизни про себя, вот. Я такие вещи, но это было крайне редко, но это было так метко, что... Но сейчас уже нормально все? А сейчас мне сказали так, что спасибо тебе, это когда было, это на той неделе, спасибо тебе, наконец-то я поняла, что мы не зая все это пережили. Ну, отлично. А, день рождения был у младшей дочери, 6 октября, да? То есть и года не прошло. Да, 6 сентября, да, 6 сентября года не прошло. То есть, давайте вот что, значит, я-то думал, что вы потеряли друзей в Америке, которые тут вот вы приобрели друзей и потеряли. Если вы потеряли друзей там, это настолько естественно и настолько не должно вас беспокоить, что, господи, какие же они вам друзья? Они вам друзья, когда вот вы с ними из одного горшка дерьмо хлебаете. А когда вы уже где-то, вот, да, какие они вам друзья? Вы друзей узнаете, друзья никуда не деваются, независимо от того, переехал, не переехал, где что. Друзья, они всю жизнь друзья, а это так. Приходит, уходит, листва сухая, ветер подул и нет. Что же, вы самое главное обрастаете людьми на новом месте, и я смотрю, что вам дико везло на хороших людей. И вот все те люди, которые вы рассказывали, как они вам помогали, разве эти бы вам помогли вот так? Разве они кому-то в жизни своей вот так помогли? Вот эти. Да, что точно. Вот. Ну, я честно еще знаете, что скажу, что меня очень сильно поддерживалось, что я показывал жене, значит, мы постоянно смотрим ваш канал. О, вот это хорошая тема. А как давно вы к нам попали? Я к вам попал на канал, как только, когда я смотрел три года назад заполнение на грин карту, на лотерею. А, то, что мы с Раевским, да? С Раевским, да. Это я случайно как-то перешел, и если бы я это видео не видел, я бы никогда не подал на грин карту. Мы подавали первый раз вообще, мы никогда этого даже не знали. Ну, я говорю, ну, давайте подадим нас, как бы, пять человек, мы нигде в жизни не были. Говорю, ну, что, Америка большая страна. Фильмы мы смотрим, рождественскую историю мы смотрим, мультик каждый, как бы, Новый год. То есть, ну, давайте хоть... И не только, и этот, забыл, как это называется, где пацан-то все бегал один. А, один дома. Да, один дома, да. Вот. И, как бы, говорю, вроде бы мы про эту страну, говорю, ребята, столько с вами смотрели, ну, как бы, сидим всей толпой, смотрим какие-то фильмы, говорю, давайте на грин карту подадим. Он, говорю, Портнов рассказывает, что можно на грин карту подать. Мы никогда и не знали. Мы подаем эту грин карту, проверяем потом, и оказывается, она у нас есть. Я говорю, ну, что, поедемте в Москву, там какие-то комиссии, что-то мы там проходили, все это. Вот. И, а потом вот это вот решение, я говорю, может, поедем жить туда. Сначала жене я сказала, нет, нет, и что у нас, ну, как бы, и так все нормально, куда нам ехать? У нас дом свой есть, хозяйство свое есть, как бы, мама, папа, теща, как бы, тесть, все у нас, как бы, ну, сестра у меня племянница, ну, у нее там брат, ну, как бы, все, как положено. Вот. Все у нас, две машины, дом, у нас, как бы, все было в порядке. Они ходили в престижную школу, вот. То есть, с английским. А давайте мы Вову спросим. Вова, престижная школа, это в Евпатории, да, или где школа? В Ярославле была. В Ярославле. А потом в Ярославле, да. С английским языком. Что там не так? Вот, вот, почему, почему тебе, вот, школа, где, ты только-только приехал, вы, вот. Не надо плохого ничего говорить про наш родной. Нет, нет, ну, не то, что, не, ну, в контрасте, в контрасте. Это учителя. Так. Они мне очень не нравились. Они очень много задавали домашки, очень много давали учись всего, когда свою голову заполняешь всякой ерундой. Так. Потом ходишь там и ничего вспомнишь. То есть, не то, что они, скажем, злые, а просто задания много задают. Нет, в общем, он говорит, я переполняю свой жёсткий диск, но я хочу, чтобы там было, ну, я правильно твоя мысль? Да. Чтобы было только то, что мне действительно нужно. Они весь хлам мне забивали, башню. Ну, вот так. Ну, мне такое постоянно. Подожди, а что, в Америке не так в школе? Нет, тут всё делают в школе, они, ну, задают, конечно, домашнее задание. Угу. Ну, тут как бы веселее. И тут люди помогают. Халява, халява. Нет, ну, подожди, всё-таки, вот когда ты сказал, когда ты сказал, я обратно не поеду, это что, только вот из-за домашней работы, что ли, что задают? Нет, только. Так. Из-за отношения людей. Ну, вот это давай об этом. Ну, расскажи про отношения людей. Каких людей, дети к детям, взрослые к детям, что за люди и как к ней относятся? Ну, во-первых, это опять же учителя. Учителя тут тебе помогают. Так. Вот это мне очень нравится. Они помогают. Вот дети тоже хорошие. Они могут всегда объяснить. Они всегда объясняют. Даже когда... Даже бывает такое, когда даже учителя не разрешают. Бывают такие рискованные. Рисковые дети. Да, рисковые бывают. Ну, хорошо. А с точки зрения вообще взаимоотношений между детьми, допустим, вот там в классе в Ярославле, скажем, и здесь есть какая-то фундаментальная разница или примерно то же самое? Ну, если вот, например, они вот все жили там в таких больших домах, да? Как бы... За захоронами. Ездили на крутых машинах. А у нас были такие машины, ну, тоже хорошие, но они считали, типа, это уже... Ну, мы были среднего достатка. То есть, даже... У нас была самая плохая машина, как мне на собрании сказали. Чего-то вы на такой машине ездите в такую престижную школу. А кто сказал? Ну, у нас когда было собрание, давайте деньги сдадим, там, статуи надо поставить перед школой. Я говорю, я не буду сдавать на статуи деньги. Да у вас, типа, самая плохая машина, как бы, в этом... Ну, из класса. Чего вы вообще здесь делаете? Я говорю, господа, я вообще-то единственный по прописке здесь у вас, ребята. Вы все остальные здесь поглату. Ну, после этого начали детей жрать, конечно, в школе. Ну, как бы мы это тоже прошли. То есть, скажем так, социальные различия между родителями, да, или как бы так, сказываются на детях? Сказываются, да. Здесь я заметил, вот мы в школу ходили, во-первых, отношение совершенно другое. Не важно, там, какого ты, как говорится, сословия. Всех учителей выслушал. Меня попросил остаться в связи с тем, что они на ИСЛ ходят, специальные занятия по часу в день, по-моему. Все дети ходят, отдельно занимаются английским языком со своим преподавателем. Да, они специально... Этот преподаватель нас вызвал, причем все делается по электронной почте. Он почти каждый день пишет, что они проходили, что где и как. Плюс нам с женой скинул задание, говорит, именно для вас, родители, чтобы вы учили английский язык, потому что я, говорит, с вами пообщался и вижу, что вам не хватает его. Он нам скинул задание, мы переходим там по ссылке, ленимся, конечно, но переходим. Там учим как-то английский язык. Ну, как еще? Он всех выслушал. Вы, 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 всех, всех. И ко всем какое-то такое, не знаю, как это сказать правильно, ровное отношение. А у вас есть такое, что, давайте я так спрошу, дети, например, в школу радостно бегут, а, допустим, раньше как-то они так вот без радости это делали. Ну, вот, например, Ярослав, когда ходил в Ярославлю школу, он как-то не очень ее любил. Он даже вставать не хотел в школу. Да, он вставать не хотел, он плакал, то, что ему не нравится. Он от меня там, да ко мне предвзято относится, он постоянно... Типа, как бы, как я одет. Как я одет, еще что-то там, да. На чем меня возят. Да. Сколько денег сдаешь в школу. А, еще нам сказали такое мне выражение, ваша многодетная семья портит нам статистику. Я говорю, слушайте, по-моему, зауч мне сказали, кто-то на самом деле. Да, 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 да. Какую статистику? Ну, я говорю, вы мне хоть обоскнули, какую статистику портит моя многодетная семья здесь вам? Ну. Вы мне хоть скажите, какую статистику портит моя многодетная семья? Ну, вот вы портите многодетная семья статистику. Ну, хорошо, ладно. Значит, то есть Ярослав не был там счастлив, а здесь ему здесь... Я не очень был тоже счастлив. Особо не горел. Хорошо, а тут он себя лучше чувствует? Он вообще с утра сам скакивает и бежит на жёлтый автобус. Я такого за ним за средним не наблюдал никогда. Ну, не только на жёлтый автобус, а ему нравится, как бы, и учхеля. И учхеля ему нравится, да. И в школе ему нравится. У меня внучка, например, вот ей там 10 лет, так она летом говорит, я всё, всё, каникулы, говорит, уже скорее бы кончились, я в школу хочу. То есть, он говорит, каникулы бы скорее кончились. Представляете, я думаю, надо же вот детей довели, до какой ручки. Ну, да, и дети так же говорили, вот всё лето сидели дома, потому что мы оба работали. Было скучно. Было очень скучно, и как бы он уже большой. Мы спросили у шерифа нашего, можно ли оставлять с ребёнком. Ну, кстати, нам всё помогает вьетнамец, он с шерифом, тут они как бы знакомы. Шериф пришёл, говорит, да, ваш ребёнок может сидеть с детьми. Вот мы уточняли. От штата зависит там возраст, да. Да, может сидеть спокойно, вы, говорит, работайте там. И самое главное, чтобы они одни на улицу не выходили. Вот нам как сказали. То есть, они дома сидят без проблем. Сейчас я думаю, значит, что такое мы с вами не осветили. Вообще, вы интересное семейство такое, знаете, у вас, я бы сказал, драматизм присутствует в этом во всём. Да лучше бы без него, если честно. Мне кажется, я немножко палку перейду. Но уже же есть, понимаете, уже, конечно, лучше там, ну, понимаете. Путь в царствие небесное, он же на земле, понимаете, создаётся, правда? Нет, ну, молодцы, молодцы. Слушайте, вы прошли через какие-то испытания. У вас ещё впереди много всего. Но, в общем-то, вы на позитивной такой волне. Ну, что же, я очень доволен. Зритель наш не знает, я по ошибке к ним там стукнулся. Я помню, у меня там человек был, который говорил, вот у меня мальчик расскажет про школу, хочет рассказать. И я думаю, вот сейчас мальчик расскажет про школу. А потом выяснилось, что это не тот мальчик. Но я такой не очень разговорчивый вообще. Я смотрю так, но ничего, зато симпатичный, правда? Он у вас на папу похож, да? Есть такое? Они, вот старший похож на меня, и очень много от мамы они взяли, вот. А средний и девочка прям вылитые мама. Вы знаете, что я вам посоветую? У вас остались какие-нибудь фотографии из той казармы, где вы мёрзли? У нас всё осталось. Я тут, кстати, недавно смотрел. Вы знаете, Google напоминает, что было, там, я же там раскладывал. У нас был PlayStation 3, я все фотографии скидывал на PlayStation. А потом у нас был домашний сервер IBM, я купил с двумя, хорошо, что с двумя горячими, с двумя дисками. И он у меня на колокейшене стоит. И я туда это всё делать, как бы, перед отъездом, всё с PlayStation, всё скинул. И потом, как бы, всё это дело разложил по годам, потому что воспоминания, видео, фотографии, это всё надо хранить. Дети рождаются, всё вот это чё. У меня все эти фотографии есть, как у меня казарма, воинская часть, всё это у меня, как бы, начало. Обязательно распечатайте и повесьте вот так, чтобы, знаете, напоминало. Чтобы было чё вспомнить, знаете, так оно неплохо. Да и так, в принципе, если даже сейчас повесить то, что мы жили там, где люди, написать себе о том, что можешь вернуться обратно в те апартменты. Я это вспоминаю почти каждый раз, когда мне тяжело, у меня вечером болит спина. Я думаю, блин, а можешь завтра вернуться в апартменты? Я думаю, нет, я не хочу в апартменты. И утром я встаю бодро и бегу на работу. Хорошо, ладно, ребят, есть что-нибудь такое, что вот вы хотите там сказать нашим корешам там на канале, которые тоже, вот как вы, смотрят? Вы же знаете, чем народ интересуется там? Есть какое-то сообщение такое? Ну ты мало совсем сказал, скажи, потому что папки, я всё время тут это... Понятно, что... Скажи там, Михаил просил про школу вову сказать. Давайте вот что может быть. Ну о школе тогда. Вов, давай про школу, только... Да, о двух американских школах, потому что я был в двух американских школах. В двух школах был, да. Но Дести в русском районе и сейчас в американском районе. Ханкинг Тенвэльюм. Хорошо, давайте. Ну, когда вначале я пришёл в школу? Давай, ты не расскажешь пока. Вот, я пришёл тут. Ну я буду сейчас сравнивать с этой новой школой. Давайте. Ну как бы отношения там чутка другие, но всё равно лучше, чем в России, когда я был. Ну, они мне тоже помогали, всё, вот, тоже переводили мне. Я же тогда вообще английского практически не знал. То есть нет такого, что, скажем, дразнятся, унижают или как-то издеваются? Ну, в первой школе была одна такая девочка, которая русских не любила. Так. Вот, было такое один раз. Но вот в этой новой школе ещё такого не было ни разу. А можно было пожаловаться на девочку, которая русских не любила, нет? Ну, вполне можно было, но зачем? Ну, хорошо. То есть, я понял, что нравится. Я так, конкретики у нас особо и нет. Знаешь, что скажи? Очень много родителей есть. Кстати, вот это ваша многодетная семья. В данном случае совершенно идеальный такой вариант, потому что у вас дети разных возрастов. спрашивают, а вот как дети адаптируются, насколько это болезненно, как бы вот не получилось, что дети попадут в американскую школу, им там будет плохо. Вот на ваших трёх, да, детках, кому-то было плохо? Или все трое так нежно вписались? Всё было хорошо. Не знаю, вот я это всё хорошо воспринял. Мне в этих школах нравится. А вот Ярослав и девочка ваша. Ну, они счастьем тут ходят в школу. Ничего такого не было. Ну, ты честно, скажи, как есть. Когда мы жили в апартментах, и мама с папой каждый день вечером ругались, причём так сильно, когда никогда так не ругались у нас дома. Ну, мы особо никогда с женой не ругались. А здесь для них был серьёзный очень стресс, что... Вот это вот, да, да, вот и родители. Я прям видел, что они прям замыкались и закрывались, и такого у моих детей не было, чтобы как бы... Потом мне даже Ярослав говорит, у меня какой-то мир внутри папа рушится. Давайте прекращайте ругаться. Я утром сидел завтраком. То есть, фактически вы травмировали детей тем, что при них разборки у вас происходили. Ну, мы старались как-то их... Ну, в этих картонных домиках, извините, как бы... Ну, да, да. Конечно, тяжело это всё дело, и при чём это происходило, как бы... Ну, я не знаю, как это... Себя здесь оправдывать нельзя, конечно, но я считаю, что мы какую-то травму всё равно детям причинили своим таким вот глобальным переездом. Но всё-таки я надеюсь на то, что когда они вырастут, они мне всё-таки скажут папа спасибо в конечном итоге. Вот. Ну, может, и не скажут. А вы съездите с ними там проведать места, вот, и как раз у них будет возможность сравнить, потому что они не помнят, наверное, особо, что... Хотя год всего прошёл, они, может быть, помнят, но я могу сказать вот по нашим, особенно по внукам, которые там вообще никогда не были, они абсолютно не понимают. Ну, вот старшая, которая 10 лет, она совершенно не понимает. То есть, я даже думаю, если с ней свозить куда-то, она тоже не поймёт. Потому что надо пожить, надо пожить, вот, побыть в этой среде, чтобы понять вот разницу между миром этим и миром тем. То есть, туристические впечатления, конечно, это мало что от них остаётся. Но вот знаете, что я хочу сказать? Вот есть такие дети, ну, как бы мои друзья, и вот у меня есть друг и подруга из Екатеринбурга. И вот, они живут три года назад. А, они тут? Да, три года назад. И они живут ради своих друзей. Я вот таких вот людей вообще не понимаю. Как вот ради друзей? Ну, ради друзей. Они как бы даже хотели остаться в России ради друзей, чтобы тут не жить. У них были близкие друзья. Какого возраста, ребята? Точно такого же возраста. Ну, всё правильно. Это почти взрослые люди. У них были близкие друзья, у них был целый мир. И в этом мире друзья играли очень важную роль. И вдруг их вырвали из этого мира. И они попадают куда-то, где вот так не дружат, как там. Понимаешь, там здесь нет такой близкой дружбы. Здесь вот этот правеси люди держат. И в твой мир не лезут, и к себе не очень пускают. И они вдруг... Они были уже достаточно взрослыми, чтобы иметь свой какой-то мир, из которого ради них выдернули. А это пройдёт, наверное. Ну, просто есть болезненный такой переход, конечно. Конечно. Я ему говорил, что это как-то глупо, чтобы ехать к друзьям, которые, возможно, тебе потом ничем не помогут. Это вполне возможно. Это же эмоциональный такой момент. Друзья ведь это же не потому, что ты хочешь какую-то выгоду с них получить. Другое дело, что друзья помогают и всё такое. Но в основе дружбы всё-таки лежит какой-то эмоциональный такой. Радство, что ли, душ, там, я не знаю. Так, мне кажется. Вот 90% моих друзей, они хотят обратно в Россию, чтобы там гулять. Ну, как бы там... Только гулять, потому что там есть свобода и всё. Это образ голове. Я вот сейчас на 10-м месяце вам скажу. Извините, что перебиваю. Извините. Давайте, давайте. Я вам скажу так. Вот смотрите. Теперь я точно уверен, что имея 9 тысяч долларов с собой и троих детей, семью, ну, когда уже прошёл, конечно, всё это понятно, что всё возможно. Даже приехав весом больше 100 килограмм, больше центнера, и похудев до 68 на таких работах, которые силовые, да, вот, не имея особых навыков, каких-то рабочих таких, когда тебя жизнь заставляет, потому что ты знаешь, что кроме тебя никто утром полшестого не встанет и не поедет и не будет мёрзнуть, когда... Ну, я, в принципе, и в казармах замерзал, и всё было там. Но тут у тебя ценность другая, твоя семья, вот. И только вот в этом месяце, в этом месяце я почувствовал какую-то внутреннюю, какое-то равновесие, может, ну, два месяца, может быть, какое-то такое, какое-то такое чувство. Когда я устроился к афроамериканцам, когда мне сказали они о том, что, товарищ, ну, без 15,5, брось все вещи. Во мне как-то всё нагломилось. Я говорю, слушайте, ребят, ну, как бы непонятно. Он говорит, подошёл ко мне наш этот босс и говорит, я же тебе объясняю, пора домой, тебя семья ждёт. Вот. Я говорю, ну, нам же надо доделать, у нас машина на подъёмнике висит. Он говорит, я тебе объясняю ещё раз. Ну, то есть, ну, кстати, я английский стал понимать. У меня как-то прозрение произошло в этом месте. Я стал всё вообще понимать, но говорил очень плохо. Они на меня потешаются, конечно, издеваются, но я стал людей вообще понимать. То есть, они меня за месяц так накатали. Я пришёл, говорю, я вас много чему тоже могу научить. Вот. Но я увидел, что они, как бы, некоторые вещи, те, которые я знаю, не знают. Вот. Чему меня научили. Спасибо большое, товарищи из Грузии. Вот. И, а я, говорю, вас прошу, чтобы вы меня научили английскому. Так они, если я слово говорю неправильно, пять-шесть раз меня заставляют его говорить заново. Вот. Он мне говорит, ну, ты же сказал. Я говорю, ну, да, я сказал. Я говорю, ну, что ты пристал? Говорю, ну, даже сегодня было. Ну, и ты сказал. Прониклись. 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 Ты сам и у меня и в школе. Вот. А они приехали ко мне тут в субботу. А там же белых нет, все на сервис приезжают, афроамериканцы. Говорят, white. Я говорю, ну, white, white. То есть, всем уже стояло. Говорит, ну, white, white. Мои дети приехали с женой ко мне на сервис. Вот. Мы забыли одежду, я постирать забыл в субботу. И мы вышли, и наша полицейская бригада сразу выскочила. Говорит, все ли у вас здесь в порядке? Я говорю, да, это же мои дети. Говорю, ну, как бы, моя жена. Он говорит, ну, у нас, говорит, здесь, как бы, такие люди не появляются. Вот. Он мне объясняет, что, ну, как бы, может быть, что-то случилось, может, детей украли, еще что-то. Я говорю, да нет, нет. Говорю, все, как бы, в порядке. Вот. То есть, мы просто на сервис приехали. В общем, вот такая вот ситуация. Мне очень нравится в этом районе работать, потому что афроамериканцы, как сказал мой сын, афро-россиянцы. Мы афро-россиянцы, средний сын, вот. А это афро-американцы. То есть, мы чем-то даже с ними похожи. Они такие эмоциональные ребята. Безусловно, есть много общих, я согласен. Да. Они чем-то похожи. Они такие с эмоциями, все время такие, прям вот. Ну, надеюсь, конечно, я язык их не возьму. Ну, я знаю, что, например, я знаю людей, вот наших соотечественников, у которых самые лучшие друзья, вот не среди белых американцев, а среди именно афро-американцев. То есть, они понимают вот эту дружбу такую, вот как мы привыкли. Да, вот они ее хорошо понимают. Они тоже такие очень. Ну, что же. Ланч забыл. Я уж, извините, Михаил перебил. Ланч забыл как-то. Ну, там что-то я, а, собирался и в попыхах забыл ланч взять, он мне говорит, так, все на ланч, а у нас там два раза ланч, что тоже очень удивительно у американцев, что как бы здесь все время все как-то в попыхах, там, 15 минут поесть, там, дальше работаем, вот, а здесь в 11 часов первый ланч, в 2 часа второй ланч, ну, все как-то вот, как-то вот размеренно так, и все, никуда не торопись, все, мне говорит, меня хватает, все успеем, не переживай, то есть, вот такие вещи, мне говорят, меня цепляют обратно, говорит, не суетись, вот, вот. Меня удивило, он мне говорит, так, все нормально, сейчас, говорит, мы тебе свой ланч дадим, сейчас поделимся, все тут, все разделили, все поделили, я с ними поел ланч вместе, вот, то есть, меня это тоже, как бы, очень сильно, я, как бы, ну, был удивлен. Проникся, понял. Да. Ладно, ребята, давайте вот что сделаем, вам мама, у вас уже, наверное, там, полдвенадцатого, давайте я вас отпущу, вот, и тоже пойду домой, это моя жена, скажет, где же это Михаил, и, да, я еще на работе сижу, у меня в офисе, и давайте, спасибо большое, я очень доволен, что у нас так, такие гости, и классная у вас история, у вас еще впереди большая история, мы с вами не прощаемся, мы с вами не прощаемся, но, в общем, давайте вам от всех, кто нас смотрит, пожелаю успехов больших, и до скорых встреч, вот, и по нашей традиции, вы так, вот, говорите пока, и так вот машите рукой, и на этом мы с вами расстаемся. Пока. 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 Пока.